Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы поговорим о маркетинговом планировании. Как это делать? Зачем это нужно? Из каких частей состоит маркетинговый план? Итак, что такое маркетинговый план? Это детализированный план реализации вашей стратегии. То есть, если стратегия показывает, куда вы хотите прийти и ваше общее направление, то план говорит, какие конкретные действия вы планируете предпринять. План выражает эти действия в бюджетах, в ресурсах человеческих, временных, когда вы это будете делать, в каком месяце, например, какие-либо действия, в каких каналах. То есть, максимально-максимально детализировано, конкретизировано и с расчетом по целям. То есть, какие KPI, какие показатели эффективности, каким образом будут достигаться. Если цель – это место назначения, куда вы хотите попасть, то стратегия – это выбор дороги, по которой вы поедете. Соответственно, если ваша цель – увеличить вашу прибыль на 12% по сравнению с предыдущим годом в этом году, то каким образом вы можете этого достичь? Вы можете сокращать издержки, либо вы можете, например, увеличивать вашу пользовательскую базу, либо вы можете продавать больше, либо вы можете растить свою прибыльность какими-либо иными способами. План – это перевод вашей стратегии на тактический уровень. Вы прописываете там бюджеты, сроки и действия. Зачем это нужно? Для того, чтобы распределить ресурсы, для того, чтобы синхронизировать работу, например, ваших различных департаментов в вашем маркетинге, либо, например, вашу дистрибуцию с вашим продвижением. Потому что иногда бывает так, что продукция уже выпущена, реклама идет, а в каналы дистрибуции продукт еще не поступил. То есть вы еще не отгрузили его со склада в магазины. Люди приходят, не видят ваш товар, разочаровываются и уходят. И ваш рекламный бюджет просто вылетает мимо. Когда вы делаете ваш маркетинговый план, вам необходимо помнить не только о вашей маркетинговой стратегии и маркетинговых целях. Вам необходимо иметь в виду еще и корпоративные цели. Потому что как выглядит на самом деле процесс маркетингового планирования? Вы смотрите корпоративные цели, корпоративную стратегию, из нее вытекают цели маркетинга, ну точно так же, как финансовые цели, цели, например, разработки и прочих департаментов. Точно так же идут маркетинговые цели, маркетинговая стратегия, из нее вытекает маркетинговый план, из маркетингового плана уже выходят различные программы и планы по направлениям. Это, например, медиаплан, это коммуникационный план и прочее. Эта иерархия, ее выполнение, это идеальный вариант, то, как оно должно быть. К сожалению, на практике очень часто менеджеры по маркетингу создают свои планы в отрыве от корпоративной стратегии. И на самом деле очень часто корпоративная стратегия делается и где-то зависает. То есть редко сотрудники ее знают. И на самом деле очень редко сотрудники знают даже миссию своей компании. Поэтому если вы менеджер по маркетингу, то постарайтесь найти этот документ, найти корпоративную стратегию. В принципе, корпоративную стратегию должен знать и понимать каждый сотрудник и уже исходя из этой корпоративной стратегии делать свою маркетинговую стратегию и маркетинговый план. Определите вашу цель. Цель должна быть smart. Smart это сокращение, которое так любят маркетологи для своего удобства. Итак, цель должна быть specific, measurable, ambitious, realistic and time-bound. То есть цель должна быть конкретная. Вы должны понимать, что вы хотите. Например, увеличить вашу прибыль это очень абстрактно. На самом деле увеличить прибыль, когда вы хотите ее увеличить. И вообще, в принципе, вы хотите ее увеличить на 1% или вы хотите ее увеличить в 2 раза. Это, в общем-то, две большие разницы. Поэтому, чем конкретнее цель, тем лучше вы понимаете, как ее выполнять. Точно так же, как с изучением, например, английского языка. Вы хотите выучить английский, но пока вы не поймете, насколько вы хотите выучить английский, насколько хорошо вы хотите его выучить для того, чтобы читать книги со словарем или для того, чтобы иметь возможность заказать себе что-то в ресторане в подъездке или, например, для того, чтобы писать научные статьи. Это очень разные истории, для которых нужно разное количество усилий. И если вы изначально скажете себе, я хочу выучить английский так, чтобы писать научные статьи, выступать на конференциях, например, то тогда вам будет понятнее, что вам надо делать. Например, на какие курсы пойти, как интенсивно заниматься и так далее. Дальше measurable. Это измеримость. Чем измеримее цель, тем лучше вы сможете отслеживать свой прогресс. Здесь, в общем-то, более-менее все понятно. Опять-таки, я хочу увеличить свою прибыль на 50% в этом году по сравнению с предыдущим годом. Цель должна быть амбициозной. Она должна заставлять вас двигаться вперед. И она должна помогать вам мечтать о чем-то большом. Но при этом она должна быть и реалистичной. Чем реалистичнее цель, тем больше вероятность, что вы ее достигнете. И здесь важен баланс. Если цель амбициозна, например, увеличить продажи на 100%, это очень амбициозная цель на большинстве рынков. Но когда человек видит, что рынок растет на 10%, а ему ставят задачу увеличить продажи на 100%, эта цель его, естественно, демотивирует. Он говорит, я с этим не справлюсь, я это не смогу сделать. И сдается. Поэтому как раз очень важен баланс между амбициозностью и реалистичностью. И, наконец, цель должна быть ограничена по времени. Time bound. Если вы хотите, например, делать зарядку по утрам, но вы не говорите, что с сегодняшнего дня я делаю зарядку по утрам. Сегодня в 7 утра я встаю и до 7.15 делаю зарядку. Вот если вы не скажете себе, когда вы будете ее делать, из какого дня, то вы точно ее не будете делать. Потому что вы проснетесь, подумаете, что-то я устал, лучше я сначала умоюсь. После того, как вы умоетесь, вы захотите есть, и зарядка так и пропадет. Потому что она просто не вклинется в ваше расписание. Поэтому очень важно говорить себе, когда у вас старт, и когда вы намерены выполнить этот план. То есть, когда вы, например, хотите увеличить свою прибыль на 50% в этом году или в этом полугодии. Наконец, после того, как вы определились с целью, вы выбираете тактику. Что вы будете делать для достижения этой цели? Например, как будет достигаться ваша целевая аудитория? Что заставит их реагировать? Что привлечет их к вашему продукту? И как вы будете достигать этого в рамках того бюджета, который у вас есть? И с теми ресурсами. Процесс маркетингового планирования, он постоянен. Вы оцениваете ресурсы, вы оцениваете возможности. На этой основе вы вырабатываете маркетинговые цели, маркетинговые стратегии. Исходя из этого, как мы говорили, вы вырабатываете маркетинговый план и реализуете его. И постоянно контролируете, насколько это совпадает с тем, что происходит на рынке. То есть постоянно отслеживаете изменения тенденций, появляющиеся возможности, изменяющиеся ресурсы. И смотрите, как вы все это адаптируете в ваш маркетинговый план. В первую очередь, как и в стратегии, вы определяете свою ценность. Вы определяете, что вы предлагаете потребителю. Какую его проблему вы решаете. Чем вы отличаетесь от конкурентов, желательно в хорошую сторону. И как вы обосновываете все то, что вы заявляете. Не является ли это фантазией. Теперь посмотрим на структуру маркетингового плана. На самом деле существует достаточно много вариантов того, как вы можете структурировать свой маркетинговый план. Существует множество книг об этом. Выберите тот маркетинговый план, структуру которого кажется вам наиболее логичной. Потому что, в конце концов, это вам с ней работать. Поэтому вы должны ее принять для себя как разумную, логичную и обоснованную. Я обычно делаю маркетинговые планы по следующей схеме. Начинаю с Executive Summary. Это краткое резюме. То есть все основные пункты, которые должен знать, например, директор компании, когда он берет в руки этот маркетинговый план. Что там должно быть? Там должны быть основные показатели, то есть опять-таки цели, основные шаги, именно большими такими, большими мазками. И те KPI, которые будут достигнуты благодаря реализации этого плана. Обычно резюме ставится в самое начало, чтобы сразу было видно самое главное. Но на самом деле готовится после всего. После того, как весь маркетинговый план вы подготовили. С чего же начинается маркетинговый план и работа над ним? Как вы думаете? Логично начать ее с анализа. Вы смотрите на то, что происходит на рынке, на ваше конкурентное окружение. То есть проводите тот самый анализ рынка, о котором мы говорили на прошлых лекциях. После того, как вы проанализировали вашу целевую аудиторию, провели анализ рынка, вы описываете позиционирование продукта. То есть что это, какую проблему решает, зачем, каково ценностное предложение. Если у вас есть несколько сегментов, то для каждого сегмента вы указываете цели и стратегии. Потому что сегменты на самом деле могут быть очень разными. Для них будут разные цели и различные способы их достижения. После этого вы прописываете действия, что вы планируете делать и во сколько вам это обойдется. То есть делаете такой финансовый план вашего маркетингового плана. И переходите к планам по направлениям. Это ценообразование, это продвижение, то есть коммуникация, это дистрибуция и продукт. Итак, давайте поговорим о том, что должно быть в Executive Summary, то есть в резюме вашего маркетингового плана. В первую очередь там должно быть краткое содержание вашей стратегии. Но опять-таки кратко буквально на абзац. Ваше позиционирование, ваши маркетинговые цели, ключевые KPI и бюджеты. Каждую часть вашего маркетингового плана вы начинаете с краткого содержания. То есть с выжимки того, что следует дальше. Это облегчит восприятие и понимание того, что вы написали. И к тому же это поможет вам дальше собрать Executive Summary. Затем следует анализ рынка. Вы также начинаете с краткого резюме и дальше разворачиваете ваше повествование. То есть рассказываете о рынке, измеряете его объем, об этом мы также говорили на предыдущих лекциях. Измеряете, куда он движется, то есть строите прогноз на несколько лет. Вы измеряете вашу долю рынка, сколько вы реалистично можете занять. И дальше прописываете анализ конкурентов и анализ вашей компании. То есть сюда как раз идут те самые PEST анализ, SWOT анализ. Вы описываете ваш целевой сегмент, вы описываете стратегии, которых вы придерживаете. В идеале сделать портрет потребителя. То есть максимально реалистичную картинку, кто вы, ваш потребитель, как он потребляет ваш продукт, в каких ситуациях, как он ему помогает. И дальше вы описываете ключевые факторы успеха. Что поможет вам достичь этого сегмента и за что вас полюбят ваши потребители. Когда вы говорите о конкурентах, очень важно показать, где находятся конкуренты относительно друг друга, то есть сделать карту позиционирования. Это поможет вам показать, где ваше оптимальное место на этом рынке. То есть, например, свободная ниша и как вам позиционироваться. Это очень удобное наглядное представление. Также здесь в анализе конкурентов вам необходимо показать, за счет чего вы конкурируете. Это какой-то функционал вашего продукта, это какие-то дополнительные сервисы, может быть, это какие-то гарантии качества. Или позиционирование вашего продукта совпадает с желаемой картинкой вашего потребителя. Например, некоторые компании позиционируют себя как инновационные, например, Tesla, электрокары. Они позиционируют себя как инновационные и таким образом они попадают в то же позиционирование, которое хотели бы иметь их потребители. То есть, если я считаю себя инновационным, то, возможно, я куплю электрокар, потому что это современно, это модно и еще к тому же экологично. Итак, дальше вы описываете ваши целевые сегменты, на кого вы ориентируетесь, какие у них ценности, почему они покупают продукт, как выглядит процесс покупки для них. То есть, что заставляет их принять решение в пользу того или иного поставщика. Говоря о сегментах, важно понимать, что иметь слишком много мелких сегментов так же опасно, как не иметь ни одного. Потому что, на самом деле, если вы распыляетесь по различным сегментам и еще и, например, по-разному к ним обращаетесь с разными ключевыми сообщениями, то есть риск того, что они не будут совпадать с позиционированием вашей компании. Есть опасность того, что, опять-таки, ваше позиционирование будет размываться. Ну и, соответственно, у потребителя будет возникать много вопросов и когнитивный диссонанс. Когда вы планируете работу с сегментами, посмотрите, на какие интернет-ресурсы они ходят, куда они ходят вообще, помимо сети интернет, что они читают, что они смотрят, что они любят, что они ценят. Это поможет вам выработать ключевое сообщение, которое вы хотите до них донести, и распределить их правильно по каналам. То есть поймать ваших потребителя в тех каналах, где они появляются, а не стрелять из пушки по воробьям. Каким образом сделать так, чтобы ваш маркетинговый план был реализуемым и полезным документом? Во-первых, он должен быть максимально конкретным, максимально измеримым, то есть прописывать ваши действия по направлениям. Он должен расписывать эти действия не просто так, а он должен расписывать еще и ответственных, либо ответственных людей, либо ответственные департаменты за их реализацию. И также ставить ключевые точки каждого проекта, каждого действия в рамках вашего маркетингового плана, чтобы вы могли измерять, в каком пункте должны быть достигнуты какие показатели. Имея качественно составленный и продуманный план, вы получите инструмент для работы, при помощи которого вы сможете контролировать действия, отслеживать их и улучшать, адаптируя их к меняющимся рыночным условиям.